Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался на 54-м году жизни, сообщила пресс-служба коллектива. «Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать», сказано в сообщении в Инстаграм вечером в понедельник 29 марта. Зарецкий перенес инфаркт после коронавируса, находился в коме, уточняет ТАСС. Отправной точкой в истории группы «Старый приятель» стал момент, когда молодой пианист Александр Зарецкий, имеющий небольшой запас песен собственного сочинения, предложил автору-певцу и гитаристу Андрею Шурикову объединиться в творческий союз. Музыканты приняли участие в международном фестивале «Битлз навсегда», проходившем в Днепр-Дзержинске, что принесло им первый серьезный успех. Ребята завоевали один из трех главных призов, а именно «Большое хрустальное яблоко» и «Диплом». Официально годом основания группы «Старый приятель» считается 1995 год, когда окончательно сформировался постоянный состав музыкантов и начата работа над записью первого авторского альбома. Первое выступление – клуб «Не бей копытом», куда пришло несколько друзей и старых приятелей. Они похлопали нам, хотя к тому времени мы репетировали не более трех недель. Наверное, как раз тогда мы и поняли, что можно пытаться двигаться дальше. В том же 1995 году группа продолжает счет своим музыкальным успехом победы в конкурсе молодых исполнителей в престижном тогда клубе «Манхэттен Экспресс». Результат – денежные призы, соответственно, появление в коллективе нового фирменного инструмента – бас-гитары. Уже первые концерты группы были замечены прессой и в музыкальных журналах стали появляться заметки об коллективе. Старый приятель лихо бацает песенки на русском языке, живо воскрешая в памяти танцплощадки начала 70-х. Самое интересное, что основная часть участников группы в те времена не то, что пешком под стол ходила, но и вряд ли на свет еще родилась. Тем не менее, все, что появилось в музыке после 1965 года, группа принципиально игнорирует. В 1996 году компания RDM издает дебютный альбом группы «Не плачь», записанный при участии звукорежиссера и продюсера Василия Крачковского на студии Мосфильм. Альбом стал лидером хит-парадов и прорывом для группы. Песня Александра Зарецкого «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другие становятся радиохитами. В 1997 году Алла Пугачева в своем журнале «Алла» называет группу «Главным музыкальным открытием года» и вручает дипломы и памятные призы команде на презентации нового специального выпуска. Коллектив выпустил несколько альбомов, последний из которых «Время» вышел в 2020 году. Продолжение следует... Продолжение следует...